Хей-хей, привет, дружище! Если ты смотришь это видео, то тебя, скорее всего, заинтересовала тема удаленного заработка и фриланса. И в ближайшие три минуты я расскажу тебе о пяти актуальных профессиях, на которых можно зарабатывать, находясь в Узбекистане, в которых пока мало конкуренции. А в конце будет действительно приятное предложение, которое ты заценишь. Готов? Поехали! Меня зовут Амир, я являюсь резидентом сообщества фрилансеров в Узбекистане. В нашей команде есть много классных ребят, кто-то больше 10 лет зарабатывает на фрилансе. Более того, с нами сотрудничают топовые известные бренды Узбекистана, и мы создали ряд проектов, на которых каждый человек сможет зарабатывать. Именно поэтому мы открыли двери нашего сообщества, чтобы пополнить ряды новыми специалистами, которые будут работать в наших проектах, в которых мы предостроим другие проекты, которые будут зарабатывать и монетизировать свои сильные стороны работы на удаленке. Как и обещал, рассказываю о пяти профессиях, которых мы обучим и которые возьмем в свою команду. Первая профессия – это амбассадор бренда. Это продавец-блогер, который делает не просто продажи в ритейле, нет, он умеет делать классный контент, снимать крутые видосики и зарабатывает на том, что продвигает бренд своей компании. Этот человек зарабатывает в первый же месяц от 300 долларов. Более того, имеет возможность развивать свой блог на тех продуктах, которые предоставляет ему клиент или партнер. Следующая профессия – это администратор интернет-магазина. Как вы могли заметить, на сегодняшний день большинство людей начинает совершать продажи через интернет. Мы продаем кроссовки, одежду в большом количестве, технику, электронную технику и так далее. И у многих предпринимателей в голове висит вопрос – а как правильно делать продажи? Как настроить свой интернет-магазин? Как правильно настроить сайт, чтобы люди покупали удаленно? Как сделать так, чтобы человек купил? И вот здесь на помощь приходит администратор интернет-магазина. Это человек, который может настроить интернет-магазин под ключ, начиная от заполнения товара, заканчивая продажами. Зарабатывает он в среднем уже от 400 долларов с одного проекта. И средняя степень занятости – это 5-6 часов в день. Третья, но не менее важная профессия – администратор онлайн-школ. И действительно, инфобизнес – это тренд ближайших нескольких лет. Вы могли заметить, как в Инстаграме и Фейсбуке вам предлагают стать СММщиком, маркетологом, таргетологом, фрилансером. И мало кто задумывается, что ведь есть люди, кто тоже может этому обучить, но просто не знает, как правильно записать курс, какой платформой пользоваться, какую программу предоставлять. Он не знает методов того, как продавать свои курсы. И вот здесь на помощь приходит администратор онлайн-школ. Это человек, который может помочь, составить правильный курс, помочь, составить правильное задание и использовать платформу, на которой это будет максимально удобно для участника. Именно поэтому этим людям платят от 500 долларов за один проект. И средняя занятость у них примерно 5-6 часов в день. Все, что нужно, это понимание продукта и того, как удобнее всего обучать и обучаться. Следующая профессия – это онлайн-продавец. Профессия, которой лично я отдаю предпочтение. Преимущество в том, что это человек, который общается с клиентами через мессенджеры, через определенные сайты, через IP-телефонию. И продавать он может везде. Будь он дома, будь он на отдыхе или в горах, как это делаем мы. Этот человек в первый же месяц может зарабатывать от 300 долларов. И действительно, компании готовы за это платить. Более того, у нас уже есть проекты, на которых нужны такие специалисты. И как раз таки с ними работаю я. Профессия онлайн-продавец. Подходит больше всего тем, кто открыт. Обычно это экстраверт, это человек, которому нравится общаться с другими людьми, кому нравится чатиться и находиться в интернете. Ну и, наконец, заключительная профессия – это менеджер по маркетплейсам. Все вы наверняка слышали такие компании, как Amazon, Ozone, Wildbears, BeRu, LaModa. Это крупные маркетплейсы, крупные площадки, которые объединили в себе тысячи предпринимателей. А менеджер по маркетплейсам – это человек, который разбирается на всех этих площадках. Он может посоветовать предпринимателю, какой товар продавать в этом сезоне, на какой площадке лучше всего зарегистрироваться и совершать продажи, как правильно организовать логистику, с кем лучше всего сотрудничать. Этот человек на вес золота. Это специалист по маркетплейсам. Зарабатывают такие люди от 400 долларов за рубежом, а в Узбекистане таких специалистов нет. У нас уже есть запас клиентов, которым нужны такие ребята. Осталось только обучиться и начать с ними работать. Ну что, друзья, вот и рассказал я о пяти актуальных профессиях, в которых пока мало конкуренции в Узбекистане. Я скажу больше. Профессии появились не просто так. Это то, на что сейчас есть спрос. Это те ребята, в которых нуждаются наши клиенты, наши партнеры и наши проекты. Именно поэтому мы создали трехнедельный обучающий курс, где каждый участник сможет изучить шесть навыков и стать профессионалом в любой из этих областей. Все верно. Шесть навыков дадут вам минимум пять направлений, в которых вы сможете зарабатывать. И для тех, кто хочет попробовать себя в этих профессиях, кому тема удаленного заработка действительно интересна, мы подготовили двухдневный интенсив. Это двухдневный мастер-класс по пять часов, где вместе с кураторами, смартфонами, вместе со своими ноутбуками мы будем сидеть и изучать эти навыки. Сейчас у тебя есть два пути. Первый – это продолжать игнорировать возможности, закрыть этот сайт, перестать смотреть это видео. В принципе, так-то поступят 90% нашей ментальности. Другой же путь – это воспользоваться возможностью. Семь долларов – не такая большая сумма для риска. Рискни. Попробуй пройти наш двухдневный интенсив, и ты поймешь, что мир стал немножко другим, что сегодня нужны совершенно другие навыки, чтобы зарабатывать деньги. И зарабатывать можно не только на том, на чем ты привык, а на том, что тебе действительно нравится, монетизируя свои сильные способности и реализовывая себя именно там, где ты будешь полезнее всего. Поэтому присоединяйся к нашему интенсиву, нажимай на кнопку «Оставить заявку». Да, сейчас можно нажимать. Сейчас нужно нажимать. Я тебя жду 24 марта. До встречи.